Сельчан Актюбинской области, живущих близ Саздинского водохранилища, сегодня эвакуировали. Там увеличился приток воды. Регион накануне посетил министр водных ресурсов и ирригации. Тем временем о стабильно напряженной обстановке сегодня сообщили спасатели Западно-Казахстанской области. О паводковой ситуации к этому часу расскажет Ильяс Рамазанов. Как только стало известно о повышении уровня воды в реках Сазда и Женышке и Саздинском водохранилище, жители Актюбинской области решили эвакуировать. С населением встретился и проинспектировал работу местных водохранилищ министр водных ресурсов и ирригации. Актюбинское водохранилище стоит в транзитном режиме. Каргалинское водохранилище стоит в режиме накопления и смешанного в виде испуска воды. А Саздинское водохранилище, оно переливное. Но хочется отметить, что в течение последних двух часов уровень воды 60 кубических метров в секунду упал до 40 метров в секунду. А в Уральске реки Чаган и Деркул затопили дачные массивы. Жителей ближайших районов перевозят в безопасное место. По информации спасателей, ситуация сложная, но находится под контролем. В эвакуационных пунктах Западно-Казахстанской области сейчас находится более тысячи человек. Сотрудники специальных служб пытаются сохранить и имущество людей. На данный момент находится на контроле 26 участков перелива и 51 участок размыва. Без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов. На населенных пунктах заблагодарен и подготовлен запас продуктов питания в продуктовых магазинах. В безопасных местах отрогнено более трех тысяч домашних животных. Всего полностью откачано более 800 тысяч талой воды. А вблизи села Тайтубе Акмолинской области сотрудники ДЧС вновь запечатлели необычное спасение. Накануне там вызволяли верблюдов. В этот раз с небольшого островка эвакуировали супружескую пару. Ведомстве рассказали, муж и жена отдыхали в палатке вдоль реки Нура. Из-за разлива оказались отрезанными от суши. Их благополучно доставили к родственникам в городе Коши. К слову, сегодня из столицы в рамках проекта Ассамблеи народа Казахстана Жриктен-Жрикке в Карагандинскую и Акмолинскую области отправили гуманитарную помощь. Это продукты, предметы первой необходимости и теплые вещи. Во всех домах дружбы страны. Сейчас работают региональные штабы по сбору гумпомощи. В Павлодарской области руку помощи сельчанину протянул местный участковый. Турсенгалий Ибраев с первых дней активно участвует в спасательных работах в селе Жалаулы. Серику Ахметову он оказал персональную помощь. Пригласил пожить у себя дома вместе со всей семьей. Полицейский приютил мужчину с супругой, четырьмя детьми и внуком. Все спасатели здесь. Сотрудники полиции охраняют покинутые дома. Всем спасибо. Пусть все скорее наладится. Серик Ахметов жил у полицейского неделю. Сейчас переехал к родным. К слову, в Павлодарской области в противопаводковых работах задействовано 210 сотрудников полиции. Они обеспечивают безопасность граждан. В частности, следят за имуществом людей, которых эвакуировали из сел. Ильяс Рамазанов, Астана, Первый канал, Евразия.